Спасибо. 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 Далее, да, именно цель, вот, цель и полагание образовательных программ, конечно же, сейчас вот, оно немножко меняется в плане того, что больше упор делается на практикоориентированные образовательные программы, да, вот, работа с индустриальными партнерами, то есть ориентация идет на больше, на soft skills, которые, навыки, которые привлекают обучающиеся по тем или иным образовательным программам, и те требования, которые подъявляет именно работодатель, да, мы должны сейчас очень большое внимание этому уделять, создание тех же базовых кафедр, тех же демонстрационных площадок, да, различных, онлайн-обучение, сетевое обучение, все это накладывает на образовательную программу, такой вот, можно сказать, цель обучиться тому, чему сейчас идет в ТЭНе. Но есть те образовательные программы, которые, вот я сам, допустим, терминальный врач, да, по образованию, и работая в ВУЗе, у нас аграрный ВУЗ, больше в сельском хозяйстве, да, конечно же, требуется очень много практических целей для того, чтобы не только, вот, программа получала фундаментальные какие-то теоретические знания, но и практические, и в то же время социокультурные, да, вот, образование, получение тех компетенций от студентов, чтобы они в мир шли не только по тем трендам, которые сейчас имеются в экономике, но и росли как личности, да, вот, поэтому этому, вот, именно целеполаганию, да, сейчас тоже уделяется достаточно большое внимание, те же молодежная политика, да, у нас сейчас и руководство имеется, те люди, которые именно курируют молодежную политику, да, патриотизм, ну и так далее, все это вот накладывает на обучение студентов те цели и задачи, которые ставит, наверное, сейчас наше, в общем, российское образование. И сейчас идет, скажем так, не то чтобы выход, да, из балансского процесса, а его переформатирование под наши новые какие-то собственные образовательные программы, которые мы должны, да, в Российской Федерации сделать, вот, недаром министр Фольков, да, вот, они сделали пилотными несколько вузов, которые, наверное, все прекрасно знаете, да, по министратуре, да, вот, да, и сейчас, да, допустим, по ветеринарному образованию тоже Мишустин подписал проект филотный, опять же, да, как интернатура называется, вот, именно у ветеринарных специалистов, у зоотехников, да, это вот наподобие, наверное, ординатуру у врачей. Все спрашивают, а как должна соотноситься программа аспирантура, вопрос от Елена Ланганс, собственно, с другими образовательными программами, насколько есть какая-то преемственность или все-таки аспирантура настолько особенный отдельный уровень, то там все связано исключительно с того, что мы готовы к личной деятельности. Да, спасибо за вопрос. Конечно же, да, вот, когда был гос. аспирантура, было такое подобие, скажем, и дальше аспирантура, он продолжает свою тему и получает, скажем, бендерскую диссертацию по своей тематике. Но сейчас, да, по ФГТ, по федеральным государственным требованиям аспирантура, она стала как бы отдельной программой, которая направлена именно на научные составляющие, очень большой составляющие наука составляет. Но в то же время есть, опять же, и учебные планы, дисциплины имеются, сдаются также и экзамены, иностранные, философии, истории философии и специальности. Ну, мне кажется, здесь она, аспирантура, она не должна, как бы, становиться отдельной вообще какой-то обновательной программой, куда могут войти только те избранные люди, которые имеют научных руководителей, которые уже, скажем, со студенчества занимаются какой-то наукой. Хотя приоритет, конечно, дается сейчас им. И в плане того, что мы можем отправлять в аспирантуру в другие организации, которые могут принять, обучить. И самое сложное в том, чтобы эти аспиранты, они возвращались. Наверное, проблема у многих из малых городов, то есть из региональных вузов, когда уезжают в центральный, там, Московский, Питерский, ну, другие города, познают, так скажем, доступность, роскошь, ну и так далее, не знаю, что там у них прилегает, да. Ну, и они редко возвращаются. Сама аспирантура, да, сейчас поменялись научные специальности, да, укрупнение произошло. И чтобы обучиться, чтобы поступить в аспирантуру, конкурс сейчас достаточно большой. Вот. И в основном вузы принимают по своим научным, да, перспективным направлениям. Не тем направлениям, которые интересуют, допустим, тот или иной вуз, как заказчика, а именно по своим направлениям, которые в них очень хорошо развиты. Вот. И требуются ли нам такие специалисты, ну, это такой вопрос тоже, да. Вот. Поэтому я думаю, что аспирантура, она должна быть связана так же, как и с магистратурой, и со специалитетом в любом случае. Спасибо. Спасибо большое, Константин Револевич, за ваше мнение. Ольга Геннадьевна, добрый день. Спасибо большое, что вы уделили нам внимание. А скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, кто и как определяет цели образовательной программы? Вот у вас достаточно большой вуз, тем более возникший в результате объединения целого ряда других вузов, да. Как это устроено? Это везде единообразно. Это там строгая воля руководителя образовательной программы. Это принимается как-то коллективно, совещательно. Во всем должен, например, играть ключевую роль работодатель. Или как это устроено у вас? Давайте мы начнем, собственно, с опыта. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, действительно, в общем-то, цели образовательной программы, как мы их определяем. Если основываться на опыте нашего вуза, то, естественно, есть уже какие-то исторически сложившиеся направления, да, они у нас отлицензированы, аккредитованы, но на определенном этапе мы поняли, чтобы привлечь абитуриентов, нужно, да, внести какую-то новую, да, скажем так, новое вене, новую струю. Ведь все меняется. И на сегодняшний день, если объявить набор, да, на направление машиностроения, я думаю, что студенты, наверное, с трудом воспримут это направление, скажут, ну, что это такое, да, вчерашний, да, прошлый век, куда же мы пойдем, чему же нас намучат. Поэтому, в общем-то, мы стараемся идти в ногу со временем, и чтобы определить цель образовательной программы, мы изучаем рынок труда. Это действительно идет, в общем-то, коллективно, но все начинается от выпускающей кафедры. Сначала кафедра изучает рынок труда, насколько мы это можем использовать, да, это открытые источники, это Headhunter, работа.ру, да, всевозможные запросы работодателей. Мы смотрим, что им нужно, да, насколько востребованы и какие компетенции, чему мы должны научить своего студента, чтобы он был востребован. Поэтому, в первую очередь, это анализ, анализ сайтов, да, анализ каких-то открытых источников. Мы, в общем, по каждому направлению составляем такой, да, такой паспорт, наверное, можно сказать, да, будущего выпускника, по которому уже начинаем, да, так, скажем так, нанизывать на ниточки, да, защищать свою позицию, там, я как завкафедры предполагаю, что вот по моему направлению, вот это, вот это, вот это востребовано, давайте программу, там, назовем, там, цифровые технологии, допустим, ну, утрирую, машиностроение, да, я считаю, что это будет востребовано, потому что и исходя уже из такой вот цели программы, я начинаю собирать, да, свой учебный план, что для того, чтобы мой студент был востребован, да, уже вот будучи выпускником, он должен изучить, допустим, языки программирования, он должен знать, да, там, Excel, как у нас всегда страдают банки, да, говорят, приходят, много-много всего знают, а просто с Excel работать не могут, вот это, у многих были такие замечания, поэтому здесь мы, конечно же, вот ориентируемся на это. Дальше, опять же, да, работа с предполагаемым работодателем. Извините за тавтологию, но здесь выступает на первый план тот предполагаемый работодатель, да, которому пойдут наши выпускники. Показывая предварительную ему программу, да, мы спрашиваем, вот мы видим цели вот так, как вы считаете, это будет востребовано, да, подходит ли вам, если вот такой выпускник к вам придет. И, естественно, это коллективное обсуждение. Я здесь могу сказать, что, наверное, единолично мы будем узко мыслить, да, у каждого свое мнение, но в процессе обсуждения все-таки принимается коллективное решение. Поэтому я вот лично сторонник коллективных решений, когда можно проблему, да, целеполагание рассмотреть со всех сторон и понять, что вот эти студенты, да, вот эти выпускники будут востребованы с такими-то компетенциями, потому что на сегодняшний день, да, вы совершенно правы, сегодня было много таких высказываний, что у нас программы стали более практикоориентированной. И вот буквально недавно на официальном сайте Кремля сообщили, что на пленарном заседании как раз вот 26-го Петербургского международного экономического форума президент поставил ориентиры для развития экономики. И важное место, естественно, он обозначил для образовательной системы. Как он сказал, что необходимо повысить ориентированность, да, высших и средних специальных учебных заведений на результат. То есть это успешное трудоустройство. Мы все знаем, что сейчас успешное трудоустройство, да, это один из показателей эффективности учебного заведения. Ольга Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот тут, во-первых, в чате большая дискуссия разгорелась по поводу того, что рынок слишком быстро изменяется, что пока вы программу запустите, пока вы наберете на нее абитуриент, и они там через 4-5 лет выпустятся, уже все намного поменяется, и какой смысл она лидирует. Да, уважаемые коллеги, мы не забываем, что у нас ежегодно, да, мы можем вносить изменения в нашу образовательную программу. Естественно, когда мы ее запускаем, когда мы предполагаем, что на сегодняшний день, да, вот это востребовано, это не значит, конечно, что она в таком виде доживет у нас, да, до выпуска. Естественно, на протяжении 4-х лет для бакалавриата, да, там 5-ти для специалитета, очень сильно программа меняется. Ну, разве что у магистров это не так кардинально, да, за 2 года не очень сильно успевает поменяться, и то мы вносим изменения ежегодно. Я, возможно, уже, да, говорила на каких-то выступлениях Юрайта, вот опять же на практике своего вуза. Мы вносим изменения, как у нас Юрьев день, когда кафедры в течение месяца могут вносить изменения в свою образовательную программу, да, в учебный план. Естественно, то, что уже изучили, осталось позади, то, что в будущем, пожалуйста, мы вносим изменения, мы меняем. Мы стараемся все-таки быть на плаву и свою образовательную программу поддерживать, скажем так, такой, чтобы она была востребована на рынке труда и также среди абитуриентов. Это не значит, что вот мы определились на сегодняшний день цифровые технологии в приоритете, и все, и мы 10 лет подряд будем набирать на эту программу, да, цифровые технологии, там, в машиностроении. Нет, абсолютно. У нас очень динамично меняются, у нас меняется программа, вот, допустим, мы ее набрали, первый, второй курс, когда третий курс на этой программе подошел, да, кафедра говорит, так, стоп, все, эта программа пошла, мы решили поменять направление, да, давайте теперь у нас будет профиль называться там вот так, мы теперь там будем изучать аддитивные технологии, все, мы переориентировали программу, быстренько переделали, да, и запустили новую. Это абсолютно динамично и абсолютно спокойно это все можно сделать и воплотить, поверьте, вот, очень хорошо работает. А еще такой был вопрос, насколько, соответственно, подобного рода постоянные изменения и отслеживание ситуации на рынке труда приводят к размыванию некого отраслевого принципа университета. Многие наши университеты, они не классические, да, они все-таки и вот среди нас очень тяжелые представители технического университета, представители аграрного университета, есть медицинские университеты, культуры и так далее. Насколько, вот, например, все сейчас должны открывать себе информационные технологии как ведущие программы, потом вектор сменится, все начнут заниматься, не знаю, чем юриспруденцией, потом еще чем... А не приводит ли это к тому, что, по большому счету, все вузы теряют отраслевой изначальный характер и становятся классическими? Коллеги, это, наверное, вопрос ко всем, поэтому буду рад, если вы сможете как-то это консортировать. Да, Константин Револевич, наверное, к вам тогда первый урок. Не боитесь ли вы, ну, то есть, страшно это, не страшно, нужно ли это или не нужно утрачивать отраслевой характер? Ну, да, мы отраслевой вуз, да, все-таки у нас учредитель Минсерхоз Российской Федерации, вот. Мне кажется, да, все-таки отрасль, она должна быть. Конечно же, Минобороны науки позиционирует себя как полностью, да, вот, по всем отраслям они могут провести, но все-таки у нас в сельском хозяйстве сейчас, да, на сегодняшний момент 44 вуза и 10 НИИ, которые учредителями являются Минсерхоз, и работая с Минсерхозом, допустим, я не говорю про финансирование. Финансирование, конечно же, наверное, намного меньше, чем Минобороны, да, но отрасль сельского хозяйства, оно такое, скажем, не совсем, понятное может быть, не специалисту, да, потому что все-таки сельское хозяйство, оно очень сильно практикоориентировано, и наш регион, в котором мы живем, он тоже отличается от Кубанской, там, Красноярского края, да, допустим, Краснодарского, потому что все условия, они региональные, и отрасль у нас, хотя и, скажем, в одноостровстве, и отрасль взять, даже машины, даже есть технику, если взять, там, при минусовых холодах, при экстремальных условиях, которые у нас здесь происходят, нужны другие образовательные, то есть региональные особенности преподавания, вот, поэтому револитивную часть, в револитивную часть мы всегда стараемся вносить вот такие вот особенности нашего региона, и без отраслевого участия, мне кажется, достаточно сложно будет, если это сделать как стандарт, допустим, в Кос или что-то подобное, вот, поэтому отрасль, она должна быть, на мой взгляд, определенная отрасль, там, будь то сельское хозяйство, будь то космические, там, Минобороны, Минздрав, они люди, профессионалы, они должны больше знать, тем более работать идут выпускники, опять же, ту же отрасль, вот. Спасибо, спасибо. Ольга Геннадьевна, вам тут еще два вопроса прилетело, один от Руслана Косолапова, пытаясь успеть за новизной, как сохранить базовый уровень, который позволяет реагировать на новые вызовы, и второй вопрос от Александра Манчака, чуть ниже, можно ли вносить изменения в образовательную программу конкретного года, в процессе ее реализации, у нас программа после приема на нее, может изменяться только в части дисциплин по выбору, можете ли вы ответить на эти вопросы? Да, уважаемые коллеги, здесь очень бурная дискуссия идет, да, я вот читаю, наблюдаю, очень много мнений, во-первых, уважаемые коллеги, кто вам сказал, что, ну, среди учебного года, конечно, никто программу не меняет, после окончания, да, там, учебного года, и на следующий учебный год вполне возможно вносить изменения, потому что, да, у нас это, в общем-то, прописано в законодательстве, мы можем обновлять, да, свою образовательную программу. Что касается того, что, да, там в погоне за тем, что будем обновлять и постоянно выносить новизну, мы потеряем, да, там, по-моему, про базовые, какие-то базовые, часть базовой компетенции. Уважаемые коллеги, естественно, есть такие фундаментальные, да, дисциплины, скажем так, которые, естественно, никто не трогает. Если у нас вот традиционно физику в УЗИ изучали 4 семестра, ее никто не трогает, 4 семестра ее так и изучают. Естественно, где-то мы можем подвинуться, да, с какими-то дисциплинами где-то добавить, где-то мы там по расчесовке, да, можем половировать, но при этом база всегда остается. Что касается направлений подготовки, да, вот у нас по УГСНКам прямо мы постарались выровнять, ну, как выровнять, да, сделать базовую часть, основные дисциплины общими для всех направлений, да, если у нас студенты идут на одну УГСНКу, значит, есть полдисциплин, которые они изучают обязательно, да, это у нас, в общем-то, стоит, как раньше было, да, в базовой части учебного плана. Математику, да, там, мат, анализ, линейную алгебру, они изучают все, независимо от направления. Физику изучают все, независимо от направления. Но опять же это касается, да, независимо от направления подготовки инженерных специальностей. Юристов я не заставлю изучать физику, это, да, понятно. Поэтому я не скажу, что вот из-за того, что мы меняем, я не буду гоняться, да, и убирать там фундаментальные дисциплины, чтобы быть на злобу дня, нет. Уважаемые коллеги, сразу хочу сказать, что у нас же еще много, да, большое значение играют и личностные навыки, да, soft skills, о которых тоже вот в чате идет речь, да, кто-то поднимает этот вопрос, что, естественно, навыки, практический опыт, да, мотивация, ценности, это все играет очень большую роль. И поэтому профессиональные компетенции, они всегда идут рядом с личностными навыками. Как, да, харды у нас всегда рядом с soft skills, и одно без другого быть не может. Если у человека есть только профессиональные компетенции, да, он умница вот в профессиональном плане, но если он не сможет выйти, скажем так, в люди, поделиться своим опытом, найти общий язык всем же работодателям, никому его профессиональные навыки не нужны будут. Все, он замкнется в своем мире. Спасибо. Ольга Геннадьевна, там еще маленький вопрос. Получаете ли вы согласие обучающихся при изменении образовательной программы? Как интересно. Они, когда поступают на образовательную программу, да, они с ней знакомятся. Далее все изменения, которые идут, естественно, студенты видят в своем личном кабинете, и перед началом учебного года, естественно, они нажимают кнопочку, да, что они согласны с изучением. Ну, то есть особых проблем тут не выникало. Ну, вы знаете, смотря как это преподносить. То есть, ну, вряд ли нас бы не замкался профиль, чтобы это было, да, наверное, травмирующим стрессом для студентов, но я не знаю, но вдруг. Нет, ну вот я и говорю, смотря как это преподносить. Если студентам сказать, все, все пропало, у вас тут изменили, вы теперь выйдете, да, там, не специалистами, а вам дадут диплом из ПО, потому что вот мы программу поменяли, то, наверное, они откажутся. А если им объяснить, что это все только для того, чтобы вы были востребованы, да, изучать те дисциплины, которые им нужны, то, наверное, это воспринимается по-другому. Спасибо, спасибо большое. Константин Револевич, а скажите, пожалуйста, а как влияют на постановку цели образовательных программ внешние стейкхолдеры, да, то есть государства, региональные власти, индустриальные партнеры? Мы просто всю первую половину нашей дискуссии говорили про то, как ВУЗ это делает, исходя из своего видения рынка труда. А как вот происходит согласование интересов при открытии новых программ, чтобы эффект был не только для самого ВУЗа, не только для конкретных выпускников, но в целом, например, для всего региона? Как это у вас устроено? Да, сейчас, да, сейчас на это очень большое внимание уделяется, конечно же. Ну, во-первых, должен быть попечительский совет, да, либо совет, наблюдательный совет, куда должны входить все крупнейшие работодатели, то есть стейкхолдеры региона, да. У нас вот существует политический совет, в котором представлены все наши региональные предприятия, там, банки, сельхозпредприятия, акционерное общество, ну и так далее, да, по всем политические дисциплинам, в том числе очень большие предприятия, ну, наш ВУЗ занимается лесовосстановлением, лесопользованием, то есть лесников ученых, да, вот, поэтому с этой стороны тоже и нейтропользователи и так далее тоже подключаются к разработке именно тех рабочих программ, рабочих образовательных программ, которых они заинтересованы, да, образовательные программы, в котором существует, допустим, базовая кафедра, мы сейчас вот хотим немножко поменять подход в плане того, что у них запросы одни у работодателей, да, они говорят, вот, да, физика, математика, там, русский язык, они и так и знают, да, как бы поверхность. Давайте нам прямо вот, чтобы он там лаборатории умел, там, не знаю, дерево, вот, все это технические, все это умел, вот, мы сами обучим и так далее, то есть идет борьба самих предприятий, это уже есть, и в Сбербанке есть, вот, сейчас, по-моему, Рослихозбанк тоже самое делает, я в Агро, там, и так далее, то есть свои предприятия, они начинают образование в себя включать, то есть и обучать специалистов, то есть это как бы не образование, а просто скиллы, которые получают, им нужные для того, чтобы они нормально работали в условиях того или иного предприятия, да, вот, поэтому наши стэкхолдеры, они, конечно же, заинтересованы в кадрах, они всегда говорят, у нас мало людей, там не хватает, там уехали и так далее, но мы не можем каждому стэкхолдеру, каждому работодателю, вот, вот, их, да, какие-то пожелания делать одну образовательную программу в разных, там, профилях, вот, поэтому тут писали, что, да, конечно, доп. образование к этому может помочь, и плюс еще должно быть, наверное, сетевое образование, которое, вот, сейчас Юрайт это очень хорошо делает, да, в плане того, что можно самому студенту, если он хочет поступить куда-то на работу, обучиться самостоятельно, да, винуя, скажем, образовательные программы, которые у нас есть здесь, и получить. Вот в зарубежных странах же есть несколько программ, да, это ядерная программа, там, открытая программа, программа и распределенные программы, вот. Ну, у нас еще пока этого нету, но, может быть, да, когда-нибудь это в будущем будет, но здесь, опять же, очень много вопросов у нас возникает, как это внедрять у нас, и вообще, можем ли мы это у нас здесь внедрять. Константин Риволевич, нас тут в тщате на YouTube трансляции спрашивают, а вот работодатели, они вообще обращают внимание на какой конкретно программе учится, ну, учится студент, выпускник, да, тот, кто соискатель их вакансий, или для них важно, в принципе, направление, которое указано в дипломе, ну, или специальность, и бренд вуза, а все остальное, это уже такие детали, до которых большинство работодателей не опускается. Да, у нас, когда мы работаем с техлонием, с работодателем, мы обязательно согласуем с ними рабочую программу и вообще вот образовательную программу, да, вот, они у нас входят и в госэкземиционные комиссии, и в различные ВКР и так далее, вот, поэтому они в принципе, да, они знают, вот, но бывает очень много замечаний в плане того, что зачем столько часов вот такой-то, такой-то дисциплине, да, вот, но это связано с тем, что вот эти часы, да, наверное, это проблема каждого вуза, 900 часов, это же ставка, если где-то уменьшает, соответственно, где-то будет и прибавляться, и наоборот, да, вот, поэтому кафедры, деканаты и так далее, каждый борется за эти часы, вот, и если бы не по-душевому это финансирование, скажем так, да, было бы вот такое вот хотя бы часовое какое-то, как раньше, да, возможно, что-то ситуация как-то поменяла бы, вот. А тут еще коллеги интересуются, очень просят, наверное, опять же, это вопрос ко всем, прокомментировать ситуацию с иностранными языками, жалуются, что массово начали сокращаться часы на иностранные языки, ну, видимо, в связи с внешнеполитическими аспектами. Насколько это вообще вас затрагивает, насколько проблемы с преподаванием иностранных языков, соответственно, их место внутри образовательных программ сейчас изменяется, вот, по вашему опыту. Есть ли здесь это, или в ваших университетах все остается, по иностранным языкам нет, у нас такой проблемы нет, в принципе, иностранных языков у нас несколько, да, английский, немецкий, французский, но я бы не сказал, что там сокращаются часы, наоборот, по-моему, сейчас еще больше востребованы и стали, но, конечно же, упор сейчас делается больше на азиатские какие-то страны, да, вот, но мне кажется, что без английского языка как бы, зачем его уменьшать, потому что все-таки это международный язык, и когда-нибудь эта ситуация все равно поменяется, и все нормально будет, мальзуется, и из крайности в крайность, это, по-моему, совсем неверные подходы, нужно же планировать на хороший результат, на благое, а не такое, что все, мы закроемся, никого не пустим, и будем тут сидеть сами по себе, да. Спасибо, спасибо. Ольга Геннадьевна, как у вас с иностранными языками? Да, я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, это определяет самостоятельно ВУЗ, никакой тенденции нет, то есть, если это ВУЗе вдруг решили сократить часы на иностранный язык, ну, это внутреннее, поэтому не ищите извне причин, их нет, нет абсолютно никаких установок, это внутреннее. Возможно, я вам могу сказать, исходя из последних реалий, у нас очень много добавилось дисциплин, которые рекомендованы Минобром, да, у нас основы российской государственности, которые вдруг, если честно, да, упали на нас, это две зачетные единицы, которые нужно было где-то найти на первом курсе, в первом семестре, поэтому, возможно, может быть, на следующий год у вас ситуация изменится, просто некуда было деваться, нужно было срочно как-то эту дисциплину внедрять, поэтому, иностранные тоже на первом курсе, поэтому, возможно, вот чуть-чуть, чуть-чуть откусили, да, от вашей дисциплины, дали новой, возможно, да, потом все изменится, да, и как-то вот устаканится в ВУЗе, ищите только причину у себя, никаких установок нет. Ольга Геннадьевна, вас в продолжении спрашивают, за счет каких дисциплин у вас внедряются новые дисциплины, если личство-то не изменяется, то, если где-то у прибыла, то где-то у была, где-то у была, где-то прибыла, мы сейчас стараемся это сделать за счет самостоятельной работы, если честно, да, мы максимально оставили, по крайней мере, аудиторную работу, мы ее не тронули, как это было у преподавателей, так и осталось, мы постарались максимально взять зачетные единицы за счет самостоятельной работы студентов, но, опять же, это нужно было решать очень быстро, поэтому, возможно, на следующий год, да, вот у нас пока будет время за год, мы подумаем, посмотрим, что что-то можно где-то перетрясти, там, перенести дисциплину на другой курс, где-то что-то поджать, но, вот, реалии, они такие, у нас сейчас история, это два семестра, потому что там минимум 112 часов аудиторной работы в году, и только в два семестра в классе, ну, или если это один семестр, то это у студентов день истории, я думаю, таким образом мы только еще больше их оттолкнем от этого, чем как-то, вот, да, приблизим, поэтому мы постарались вот так разложить дисциплины. Вот подтверждаешь, что, да, что это из-за добавления вновь рекомендованных курсов, Ольга Геннадьевна, а вот скажите, пожалуйста, насколько цели образовательных программ вообще понятны и принимаются преподавателям, есть ли в этом сложности? По чату вижу, что сложности есть, что люди говорят, мы хотим стабильности, вот там чуть выше была такая реплика, что можно все менять, мы хотим стабильной нагрузки, хотим стабильной зарплаты, как это отразится в зарплате? Как вы считаете, как должен университет вести работу со своими преподавателями, чтобы все все понимали и могли трезво рассчитывать свои силы и строить свою экономическую карьеру, заглядывать в собственное будущее без страха того, что там опять что-то, что-то у кого-то откусит. Да, да. Вы знаете, действительно, есть сложности и не всегда цели образовательной программы понятны преподавателям на кафедре. Это одно дело, если это выпускающая кафедра, а если это общеобразовательные кафедры, то им вообще очень сложно донести, что есть компетенции, да, уважаемые коллеги, я думаю, наверное, многие с этим сталкиваются. Допустим, есть компетенция, в которой прописано, да, эта компетенция УПК, она есть у многих в той или иной формулировке, то есть способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач своей профессиональной деятельности. Так вот, получается, что рабочую программу преподаватель должен сделать отдельно для каждого направления подготовки, для каждого, да, для каждой образовательной программы, для каждого профиля, потому что у всех разные задачи профессиональной деятельности. Что касается вот информационных технологий, кому-то нужен электронный документ, оборот, это их задача профессиональной деятельности, а кому-то нужно изучение языков программирования, это их задача профессиональной деятельности. Поэтому здесь не может быть универсальной программы, и вот с этим приходится бороться и разъяснять преподавателям, что нельзя универсально читать, хотя есть и другие дисциплины, да, где математика, она уже много-много времени не менялась, и есть определенная константа, да, которой мы пользуемся. И применять ее там по отношению к физикам, к химикам или там к экономистам, ну, наверное, это просто уже степень сложности. Поэтому донести и, скажем так, приобщить преподавателей вот, к этим же целям, что нужно идти и добиваться проще на выпускающей кафедре. Хотя и на выпускающей кафедре тоже есть преподаватели, которые говорят, да, я вот 30 лет веду эту дисциплину, я как, ну, утрируя, да, там, выпускал строителей, да, мы их так и выпускаем, почему я что-то должен менять. Да, что-то у него, да, какие-то фундаментальные основы, естественно, у дисциплины остаются, но, опять же, мы все идем вперед, все движется, все изменяется, рынок меняется, да, там, стройматериалы уже другие, технологии другие, и с этим, естественно, нужно преподавателю тоже идти вперед. Разъяснение целей, как я считаю, да, это вот как раз-таки задача заведующего кафедрой, выпускающей кафедры, и, возможно, там, декана факультета, да, там, руководителя образовательной программы, у кого они есть, если в бакалавриате специалитете, вот, в магистратуре это обязательно. Это нужно вот такое, понимаете, единение и понимание того, к чему мы идем. А если каждый преподаватель будет считать, что я вот там 30 лет работаю, веду, вот, да, одно и то же, и так и будет, нет, мы не придем тогда к общей цели, это, это будет нивелирование, наверное, целей, так же, как у нас иностранный язык. Мы же все понимаем, что когда приходят студенты в ВУЗ, они начинают изучать иностранный язык в соответствии со своим профилем подготовки, да, соответственно, если химики, они изучают свои термины на английском, ну, на английском языке, да, если, если это физики, то у них свои термины, да, терминология, когда мы читаем статьи, когда мы начинаем переводить, да, то же самое вот и в аспиранторе у нас происходит, все у нас идет уже уклон в профессиональную деятельность, и невозможно всех выровнять под одну гребенку, если мы действительно будем следовать целям образовательной программы, об этих целях у нас практически во всех компетенциях прописано, что в своей профессиональной деятельности, да, решение определенных задач профессиональной деятельности. Спасибо, спасибо большое, Константин Револевич, если мы продолжим эту тему изменений, скажите, пожалуйста, по каким критериям вообще можно определить актуальность или неактуальность целей образовательной программы вот в текущих обстоятельствах, как вы понимаете, что что-то пора менять, в каких моментах? Вы знаете, я в чате очень многое изменяется, пишут, ЛПД постоянно меняем по всем этим дисциплинам, одно и то же, по нескольким профилям и так далее, ну, критерии, да, которые могут меняться, как вот мировые тренды там появились и сразу начинают, допустим, вот цифровизация появилась, да, не так давно, скажем, и появилась проектная деятельность, опять же, мы начинаем внедрять это все в образовательные программы, во все образовательные программы, и каждая, скажем, кафедра, каждый деканат, вполне так, проектная деятельность, это экономический факультет должен делать, потому что там в основном технико-экономическое обоснование нужно, ну, за исключением может быть каких-то там специфических, да, проектов, вот, но критерии именно какие могут быть, да, мне сейчас это сложно сказать, какими критериями это определяется, сегодня может быть один критерий, завтра совсем другой, вот, но в плане того, что мы должны, наверное, ориентироваться на стратегическое развитие вуза в целом, вот, то есть ценности, которые имеются у вуза, они должны быть запланированы во всех, вот, в том числе и в образовательных программах, почему я так говорю, потому что участвуя в программе приоритет 20-30, да, наш вуз вот, столкнулся с тем, что те программы, которые мы хотим внедрять, да, они могут быть востребованы студентами, да, обучающими, все, но никак не преподавателями, ну, это обычно бывает из-за того, что, опять же, из-за великой эти, то есть, поменялось, альпадет то делает, конечно, преподаватель делает, вот, и ему это очень большая нагрузка, да, здесь пишут, что это никак не оплачивается, да, я соглашусь с этим, но это входит в обязанности преподавателя, поэтому надо находить время между 9 часа, 900 часов, там, 800 часов, и плюс еще какие-то научные исследования, мне не забыть провести, да, вот, поэтому, когда вуз, вот, целостное, как организм, да, работает на то, что он сам будет двигаться, то есть, не говорить о том, что это моя работа не помогает развитию вуза, если вы как преподаватель, как сотрудник вуза считаете, что ваша работа помогает двигаться вузу вперед, да, хоть это и больно, может быть кому-то, да, какой-то части преподавателей, то, вот, как единый организм для этого только может, но мотивировать преподавателей, конечно же, ну, самое главное, это материальная мотивация, может быть, да, но иногда материальная мотивация не всегда бывает полезной, может быть, это нужно делать и нематериальная мотивация для преподавателей, вот, и критерии оценки, которые можно ставить в УПУ, тоже как-то внедрять в эту мотивацию, чтобы преподаватель мог, ну, скажем, лучшему преподавателю куда-нибудь путевку в лучший санаторий или еще что-нибудь, как в таких больших предприятиях, где даже на концерты покупают билеты, там, на спортивные большие мероприятия, ну, и так далее, да, возможно, вот такие вот мотивационные, хотя в каждом вузе есть стимулирующие, наверное, да, вот, так же, как и у нас, но стимулирующие, они все связаны с образовательной деятельностью либо с научной деятельностью, вот, там за статьи, за какие-то декоры и так далее, и дается, вот, но мало бывает таких стимулирований, которые бы сам вуз мог бы предложить преподавателям либо там кафедрам, которые себя хорошо проявили, ну, отправлять, допустим, вот, юрайт, там, сердце, какое-то что-нибудь, что-то бесплатно обучились, там, ну, и так далее, да, вот. Спасибо, Константин Девольевич, да, тут продолжается длиннющая дискуссия про РПД, ну, во-первых, я могу сказать, что вечером мы сегодня поговорим про шаблоны рабочих программ, которые у нас есть, как бесплатный сервис от Юрайда, а во-вторых, я бы хотел сказать, что, может быть, дорогие коллеги, тоже я хочу ко всем обратиться, может быть, система, когда изначально планировалась вот эта перимедальная система, когда и каждой дисциплине учебного плана должна соответствовать своя рабочая программа дисциплины, может быть, мы уже немножко ушли вперед, может быть, нам уже нужно как-то по-новому посмотреть, потому что, когда я вспоминаю свой именно преподавательский опыт в государственном вузе, да, когда на меня обрушивается вот этот вот вал РПД, который надо делать, ну, практически одно и то же, переписывая из программы понятное дело, что в большинстве случаев это является той работой, которая может быть, с одной стороны, автоматизирована, выведена в цифровое пространство, в цифровую среду, а с другой стороны, такой объем этой методической работы не позволяет преподавателю подходить к этому с более-менее разумного вменяемого методического, методической разработки, просто не хватает на это времени, поэтому, честно говоря, получается, профанация. Коллеги, как с этим быть, как вы видите вообще в будущем, в будущем, прекрасном будущем, должны ли вообще остаться такие, такое документальное оформление, как сейчас, или мы придем к чему-то новому? Ольга Геннадьевна, как вы видите? Да, уважаемые коллеги, сразу, да, вот, очень много дискуссий, не платят у нас там 900 часов, давайте вспомним, что у преподавателя 900 часов это максимум аудиторной нагрузки, у нас есть еще и вторая половина дня, и вообще у нас полторы тысячи часов, которые, да, мы должны выработать за учебный год, как раз таки вот во вторую половину дня у нас и закладываются часы на написание статей, рабочих программ, да, формирование фоссов, вы знаете, я могу сказать, что опять же все зависит от ПУЗа и насколько ВУЗ, да, максимально смог минимизировать затраты своих преподавателей на написание рабочих программ, есть, в общем-то, тот необходимый минимум, который можно внести, да, в рабочую программу, это компетенции, да, которые там должны быть, это темы, лекции, семинарских занятий, список литературы и, да, материально-техническое обеспечение, то есть, если вам нужно какое-то ПО, программное обеспечение, вы вписываете свою рабочую программу или, да, там, лабораторию или аудиторию, которая вам нужна для проведения этих занятий, вот это минимальные требования, которые, в общем-то, у нас прописаны и все, и если ВУЗ разумно подойдет к этому, вот у нас в ВУЗе мы больше ничего не требуем, у нас рабочая программа очень минимизирована, да, то есть, это тот вот минимум, который должен быть, но есть еще ФОСы, да, то есть оценочные материалы, которые должны быть для, в общем-то, текущей промежуточной аттестации, здесь это уже, конечно, чуть пошире, вот я считаю, что как раз-таки оценочные материалы забирают намного больше времени, чем вот составление рабочей программы, мне кажется, составление рабочей программы уже вот минимизировано во многих ВУЗах, что-то потягивается, вот у нас много потягивается просто автоматически, я говорю, что мы вставляем только сами, это вот темы лекций, темы практических занятий, все, остальное, вот есть выборка, ты подтягиваешь, да, ПО, есть список, нажимаешь кнопочку, у тебя это все складывается, литературу тоже, ты открываешь подключенную ЭБС, ищешь там литературу, она автоматически идет у тебя в рабочую программу, тем более вот действительно прекрасный инструмент у Юрайта, я сама этим пользуюсь, вообще очень хорошо, когда ты можешь составить, да, свою рабочую программу, по крайней мере, какую-то основу взять, вот больше времени, опять же, да, на мой взгляд, это оценочные материалы, на оценочные материалы сейчас особое внимание, сейчас особое внимание на это обращает и Рособорнадзор, и Росакретагентство, да, как вы все знаете, что сейчас аккредитация идет с применением диагностической работы, диагностическая работа составлена из оценочных материалов вуза, которые он подает, да, во время аккредитации, поэтому вот сейчас, наверное, уже переориентация, да, из вот, казалось бы, огромной РПД в сторону оценочных материалов к этой РПД. Коллеги, да, я пытаюсь уследить за нашим огромным чатом, спасибо, спасибо большое, что вы все включились в это обсуждение, да, на нас, коллеги, опять же, хочу, может быть, большого, небольшого комментария, у нас не так много времени остается, буквально несколько минут до перехода в виртуальной комнате, а тут началось такое эпическое сражение сторонников двух противоположных концепций, одни говорят, а давайте разработаем единую централизованную рабочую программу, и пусть она вся будет в каждом вузе, ну, также сейчас такое примерно в колледжах устроено, примерно основные образовательные программы у них есть, в них есть шаблоны рабочих программ, утвержденные ФУМО, и они во все учебные заведения разусланы, и там более-менее вариативность минимально. С другой стороны, другие коллеги тут возражают и говорят, нет, ну, как же я буду преподавать по чужой программе, у меня свое преподавание, я лучше знаю своих студентов и их возможности, и наоборот. А, коллеги, где здесь золотая середина? Константин Древолевич, Ольга Геннадьевна, да, наверное, мы успеем вот этот вопрос еще обсудить до расхода по верталеку. Ну, конечно, очень удобно было бы, если бы был шаблон РПД, под все, под все отрасли, под все, там, начиная от сельскохозяйства, заканчивая космическими там отраслями, но это, по-моему, наверное, невозможно, вот, по специфике, да, всех отраслей и так далее. Может быть, только если какие-то общие образовательные дисциплины. может быть. Ну, опять же, в зависимости от часов, которые там предполагаются. Мне так кажется. Спасибо, спасибо большое. Ольга Геннадьевна, ваше мнение. Подожди, ну, действительно, спор идет давно, и, в общем-то, есть рабочие группы Минобра, да, которые созданы, в общем-то, чтобы снять бюрократическую нагрузку с преподавателя, идет очень много обсуждений. На мой взгляд, конечно, мы всех рабочих программ не сделаем, но есть дисциплины, которые обязательны к изучению, да, у нас во всех стандартах. Это история, иностранный язык, БЖД, физкультура, философия. Да, наверное, по этим дисциплинам, да, можно создать единые рабочие программы, чтобы они были для всей страны в едином ключе. Да, единые вопросы, единые темы для изучения, тогда, наверное, может быть, было бы легче. Может быть, это было бы первым шагом и посмотреть, насколько это нужно. Сейчас работа в ФУМО чуть-чуть, да, в общем-то, так не регламентирована, и не все ФУМО хотят рассматривать, да, и формировать эти рабочие программы. Это огромные ресурсные затраты, естественно. Поэтому, вот, на мой взгляд, может быть, к чему-то мы придем, но все программы унифицировать не удастся. Очень много у нас сейчас разнообразия дисциплин. Тут коллеги, да, тут со скепсисом относятся, что если это пустить бюрократические процедуры, то пока все будет, нагрузка еще увеличится. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, дорогие коллеги. На самом деле, час пролетел для меня абсолютно незаметно, не знаю, как для вас. Настолько было живое. Спасибо большое. Мы сейчас переходим в виртуальные комнаты. Позвольте рассказать, как это будет происходить. Уважаемые коллеги, смотрите, у нас есть две комнаты. В комнате номер один Константин Минифонтов проектирование международных образовательных программ. В комнате номер два Ольга Савка процесс проектирования образовательных программ. Продолжение следует... 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 как стейкхолдеров, так и способности наших студентов, которые согласятся. Это самое главное, чтобы они сами захотели и согласились. А для этого нам нужно интересную программу такую сделать, провести акселерацию, провести как-то сеть статистические и так далее, для того, чтобы выработать наиболее подходящие направления в этой деятельности. Ну и, конечно же, наш ВУЗ, если получится, еще раз будет участвовать в приоритете 20-30 Дальний Восток, скорее всего, его объединять с арктическими ВУЗами, которые, скажем, находятся в Аркадии, Норильске и так далее. Конкуренция возрастет, но ничего, будем еще раз стараться. И там у нас очень много таких планов, которые хотелось бы реализовать с помощью вот этой стратегической академической лидерства в плане именно сетевого образования. И для этого, наверное, мы хотели бы, может быть, это отдельно с Юрайтом тоже поговорить насчет платформы вашей, что мы могли, конечно, мы и так используем его, но, возможно, в более тесном отношении, чтобы использовать. Конечно, конечно, Константин Револьевич, обязательно будем рады придумать модель, который было бы крайне интересно всем. Спасибо вам большое. Ольга Геннадьевна, ваш год. Я понимаю, что вы к концу июня все устали, но тем не менее. Да, уважаемые коллеги, ну, наверное, от будущего учебного года ждем больше заинтересованности студентов, ждем насыщенности, да, какой-то у них, помимо, скажем так, настроек профессиональной деятельности еще и большего интереса к развитию личностных навыков. Кстати, это показывает тенденция последних лет, что они больше стремятся к общению. Видимо, пандемия сыграла, да, свою роль, и сейчас дети пытаются вот все-таки как-то выходить больше, показывать, да, делиться опытом, делиться знаниями. Вы знаете, вот я сама наблюдаю последние два-три года, да, они очень изучают студенты, которые пришли два-три года назад, и вот студенты, которые пришли уже год назад, они по-другому настроены, они по-другому рассуждают. У них уже есть вот эта мотивация, мы хотим, мы хотим сделать для своей страны, мы хотим развития, мы хотим достичь определенных высот. И у них есть эти ориентиры, у них есть, да, эти герои, к которым можно обратиться, да, и на образ которых они ориентируются. Вот, правда, очень такие ориентированные дети на учебу, они хотят получить знания. Спасибо. Безусловно, желаю каждому из наших участников, каждому из наших слушателей получить именно таких студентов, встретить их в сентябре, с тем, чтобы обрадовать друг друга и устремиться навстречу знания. Спасибо. Спасибо большое, Константин Леолевич, спасибо большое, Ольга Геннадьевна. Вас очень благодаря нашим чатам. Живой, кровенный и честный разговор. По такому, достаточно, казалось бы, абстрактному, но тем не дотронувшему каждому из нас поводу. Спасибо, спасибо и удачи. Да, спасибо вам. До свидания. До свидания. Коллеги, спасибо. У меня для вас маленький незапаронированный сюрприз. Мы тут решили поэкспериментировать с нашими инструментами.